МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 участников проекта, 5 девушек и 6 молодых людей проведут со звездами шоу-бизнеса День независимости от курения, алкоголя и наркотиков. Всего один день на то, чтобы понять, как прекрасна жизнь бездома. Всего один день на то, чтобы принять решение отказаться от вредной пивычки. Привет, меня зовут Алексей, и год назад я бросил курить обычные сигареты и нашел ему альтернативу кальян. Курить кальян менее вредно, чем курить обычные сигареты, ведь табачный дым, проходя через воду, не оставляет моих легких вредных веществ. Также кальян – это очень эстетично, и курение табака через кальян намного приятнее, чем курить обычные сигареты. Я считаю, что я нашел достойную замену сигаретам, потому что курить кальян намного безопаснее и приятнее. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я лучший друг Алексея. И раньше мы с ним очень часто любили посидеть, покурить вместе кальян. Но я посмотрел статьи в интернете и решил отказаться от кальяна, потому что он также пагубно влияет на здоровье. Но Алексей меня ни в коем случае не слушает. Я предложил ему поучаствовать в проекте «День независимости», чтобы там ему объяснили и донесли до него, что кальян также пагубно влияет на здоровье, как и сигареты. Всем привет, меня зовут Лебаша. С Лешей мы знакомы достаточно давно, и одно время мы с ним курили постоянно кальян у него дома, в кафешках, в ресторанах. Но в последнее время я начала замечать то, что у меня начинает как-то пешить в горле, а глава кружится. Я решила от этого дела отказаться. Что касается Леши, он курит его постоянно. Именно поэтому мы с другом отправили Алексея на проект «День независимости» на Музе. Возможно, здесь ему объяснят, насколько вредно так часто курить кальян. Мои друзья периодически меня убеждают в том, что курение кальяна так же приносит вред здоровью, как курение обычных сигарет. И у меня закралось подозрение. Неужели, заменив сигареты кальяном, я поменял шило на мыло? Влад Лисовец. Известный стилист, парикмахер, дизайнер, телеведущий. Влад Лисовец! Просив курить сигареты, Влад перешел на кальян, полагая, что это менее вредно. В скором времени Влад понял, что обманывает себя, и перестал курить кальян. Влад на собственном опыте знает о вреде курения кальяна. Привет. Очень многие люди думают, что кальян абсолютно безвреден. Сегодня день независимости от кальяна. Мой герой Алексей курит кальян. И я буду убеждать его в том, что это очень вредно. Может быть, даже вреднее, чем курение сигарет. И надеюсь, у меня это получится. Привет, Леш. Привет. Как дела? Отлично. Отлично. Отлично выглядишь. Спасибо большое. Ну, расскажи мне. Ты, я так понимаю, любитель кальяна? Да. Скажи мне, мне интересно, это какой-то ритуал, это красиво выглядит, это модно. Почему ты вот так пристрастился к кальянам? Знаешь, год назад я бросил курить обычные сигареты и перешел на кальян. И я глубоко убежден, что это не вредно, ну, так как весь дым табачный проходит через воду, в нем остаются все смолы, токсические вещества. В мои легкие ничего не попадает. Дым проходит через воду и освобождается от некоторых вредных веществ, ну, например, смол. Как будто бы он становится менее вредным. Дым вообще, он несет в себе более 4 тысяч химических соединений, сто из которых крайне вредны для организма человека. И там вредных веществ достаточно и без смол. Ты считаешь, что дым, попадающий в организм, да, в легкие, это вообще может быть как-то безвредно? Я считаю, да. Но он же фильтруется. Это не обычные сигареты, все вредные вещества остаются в воде. Тем более дым холодный, да, и это не вредит гортанию. Подожди. Хорошо. А ты уверен в том, что когда ты приходишь в кафе, заказываешь себе кальян? А табак, который положили в кальян, что это действительно качественный какой-то, выращенный где-то специальный. Ты вообще видел, как это выглядит? У тебя дома есть кальян? Нет, ну с этим, конечно, можно спорить. Нет, я буду спорить, потому что я через это, через все прошел. Я точно так же, как и ты, в какой-то момент решил, что все, сигареты нет. И через какое-то время я подумал, ну а почему бы нет, наверное, кальян, это же так безвредно. И сейчас я абсолютно уверен в том, что это еще вреднее, чем сигареты. Что касается вот этого приятного чувства опьянения, которое часто бывает у людей, которые курят кальян, то вот это чувство опьянения, оно как раз и вызвано вот этим самым вредным монооксидом углерода, который является ядом, универсальным дыхательным ядом. Мы попробуем что-нибудь сделать именно с кальяном, взять его и так. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, ты вообще как-то, ну, твои развлечения, твои какие-то увлечения, чем ты занимаешься? Что ты любишь? Может быть, ты ходишь в кино, там, я не знаю, рисуешь? Вообще есть какие-то занятия у тебя? Знаешь, раньше я занимался спортом, но в последнее время у меня нет времени, да, как-то разнообразить свой досуг и... А чем ты занят все время? Работа... Все время курю кальян? Ну, то есть, вот эта история, то, что от кафе до кафе, потому что с кальяном ходить невозможно по городу, ты бегаешь из одного кафетерия в другой, то есть это занимает все твое время? Я думаю, это приятное времяпрепровождение. Приятнее, чем тренажерный зал? Может быть. Приятнее, чем бассейн? Может быть. С девушкой в кино? Может быть. Ну, не знаю, вообще, звучит все это крайне странно, Леша, на самом деле, потому что, ну, если кальян заменяет тебе все удовольствия, которые предоставляет тебе жизнь, то это, мне кажется, это мега глупо. Это достаточно вредная привычка, не только достаточно, это очень вредная привычка, просто очень красиво обставленная. Ты заказал что-нибудь? Да, я заказал кальян. Я отменил твой заказ. Я через это, Леша, прошел. И этот этап у меня в жизни уже был. И поверь мне, без этого жить гораздо лучше. Ты сейчас зависишь от вот этой большой трубки, которая грязная внутри, с грязной водой, ужасно пахнет. Я отменил твой заказ, поэтому мы можем здесь, в принципе, не сидеть. Я тебе предлагаю сегодняшний день провести без курения вообще и попробовать заняться чем-то полезным, интересным. И ты посмотришь, что есть вещи гораздо интереснее, чем просто сидеть тупо, втягивать в себя этот жуткий дым. Ну что, пожали руки и поехали? Поехали. Леша, я хочу тебе дать электронный дневник, чтобы ты записывал все свои ощущения. Вот в течение всего дня мы будем с тобой общаться. Ты, пожалуйста, все это записывай, потому что это очень важно. Хорошо? Да, окей, давай. А потом ты, значит, можешь зайти на сайт такздорова.ру. Ты, во-первых, можешь почитать о вреде кальяна. В общем, записывай все свои эмоции, все свои впечатления. Можешь даже обо мне что-то писать. Ну, вдруг, знаешь, там, вдруг тебе захочет облицовец, там, терр-терр. Окей, давай. Поехали. Заходим. Суть эксперимента «День независимости» состоит в том, что Влад постарается убедить Алексея бросить курить кальян. Для этого ведущий предложит герою разная альтернатива вредному занятию. Кроме этого, Алексей пройдет обследование в клинике, пообщается с врачами и получит большое количество информации о своей проблеме и методах ее решения. В конце программы Алексей должен будет сделать выбор, отказаться ли ему от вредной привычки или нет. Ты отправляешься в клинику, где у тебя возьмут анализы и скажут все о состоянии твоего здоровья. Я не думаю, что анализы будут прям отличными, ну, потому что все-таки ты поймешь. Вот сейчас, мне кажется, ты как раз поймешь, что это очень вредно. Как-то настройся для того, чтобы услышать все, всю правду. Окей? Окей. Давай после увидимся. Счастливо. Алексей Николаевич, будем проводить два теста. Для начала мы будем выявлять СО, уровень СО ваших легких. Для этого вам нужно, слушай меня внимательно, для этого вам нужно будет делать глубокий вдох, задержать дыхание на 20 секунд. По истечении 20 секунд я вам говорю, надо выдохнуть. Вы плотно ухватив губами трубочку, выдыхайте все, что вы задержали в трубочку. Сейчас будем смотреть жизненную елку с легких, ваш возраст легких. Держите трубочку. Что я хотела сказать про кальян, допустим. Если вы дома одни курите, да, один кальян, но в основном вы же с компаниями, да, собираете, в клубе там еще где-то. И получается из одного кальяна все курят. Сначала туда, потом обратно, и по кругу. Так что лучше этого не делать. Алексей, почему вы курите? Расскажите. И как вы курите? Я бросил курить обычные сигареты и перешел на кальян. Я считаю, что это менее вредно, намного эстетично, намного приятней, да, чем курить обычные сигареты. И воздействие на мой организм минимальное. Хочу вас вот проинформировать. Возможно, вы просто не знаете об этом, что это не намного менее вредно, чем курение сигарет. Сигаретный дым, он поражает в основном мелкие альвеолы, а воздух, который проходит через воду, благодаря освобождению от смолы и других веществ, он в большей степени, он меньше раздражает дыхательные пути, как будто человек меньше задыхается. Но на самом деле он поражает именно крупное бронхиальное дерево, то есть крупные бронхи. Если вот померить содержание монооксида углерода у людей, которые часто курят кальян, то оно будет такое же, как у курильщика сигарет. Вспомни какой-нибудь фильм, только не улыбайся. И ты должен ее, как змею, знаешь, бояться, и потом в конце «А-а-а» будет этот момент. Все, давайте, поехали. Вы настолько молоды, что вам кажется, что вы будете жить вечно, и никогда инфаркт, инсульт вас не коснется. И дай бог, чтобы так оно было. Но если я вам скажу, что курение снижает потенцию, влияет на детородную функцию, уменьшает функцию внешнего дыхания, то есть вы фактически дышите, но вы дышите на 30% меньше, чем если бы не курили. Вот вы уже отказались от сигарет. Следующий позитивный шаг – отказаться от кальяна и обратить свой взор на другие, более такие приемлемые для здоровья формы расслабления. Ну чего, Леш? Ну, могу сказать, что вердикт не милостив. То есть все-таки ты понимаешь, да? Да. Сейчас я понял, насколько все это плохо и насколько я себе причинил вреда. Вот. Разговор был, конечно, не из приятных, но, тем не менее, он таков. Глаза у тебя грустные, конечно. Но ты не переживай, дальше будет только приятное. Сейчас ты, кстати, сделай сразу запись в дневнике о том, что ты был у специалистов. Да, все свои ощущения. Хорошо? Все, тогда залезай в машину, поехали. Это так просто, понимаешь, по карте гибнет, крайне странно. Ну вот, видишь, мои хоромы, ты у меня в гостях. Да. Красиво? Еще как? Чувствуешь запах? Да. Приятный. Здесь ни разу никто никогда не курил кальян. Да ладно? Нет. Никогда. Я просто не разрешил, ты понимаешь, в салоне красоты курить кальян, но это странно, потому что это огромное количество дыма, и через какое-то время воздух станет ужасным. Не было гостей, которые хотели покурить? Нет, ты знаешь, нет, ну можно, ты понимаешь, в чем дело? Для этого должны быть специальные места. Я тебе предлагаю сейчас снять ролик против, против курения кальяна. То есть этот ролик должны увидеть зрители, и у них должно навсегда отпасть желание курить кальян. То есть ты должен им показать, что это очень вредно. Ты сейчас так еще не думаешь, я вижу по твоим глазам. Ты смотришь на меня такой, типа, давай-давай, рассказывай мне тут. Но все равно попробуй. Это все-таки такой перелом внутри. Идеи какие, Леша? Слушай, ну надо снять какой-то ролик, очень такой пугающий. У тебя есть кальян? Ну у меня этого нет, я же тебе сказал, здесь никто не курил. Слушай, а мы сможем где-нибудь его достать? Есть вот кафе рядом, я думаю, что мне это точно не откажет. Какая идея-то? Что все-таки ты хочешь сделать? Взять его и так. Может быть, да, что-то показать. Не, мне там платить за чем придется, мне не надо. Ну попробуем что-нибудь сделать именно с кальяном. Ну помимо этого еще надо, во-первых, придумать, чем он будет наполнен. А еще нужно придумать какое-то название. Слушай, ну с названием все просто, как бы. Кальян-убийца. Ну да, в принципе, логично. Влад, ну в общем я все придумал. Нам понадобится леска, которую мы привяжем вот к кальяну. Леска, леска у нас уже есть, смотри. Слушай, ну это я уже все подготовил. То есть ты хочешь, теперь тебе нужен будет какой-то человек. Человек будет проводить некие манипуляции, да, с кальяном и с леской. В главной роли буду я. Интересно. Я так понимаю, ты будешь сидеть на стуле. Человек будет стоять на вот этом стуле. Да, мы уже выставили здесь свет. Человек будет стоять на стуле. Вот. И в конце нам понадобится визажист. Ну у нас, ты видишь, у нас есть все. Теперь самое главное твое актерское мастерство. Потому что помимо того, что здесь как бы качественная картинка, ты должен отыграть эмоциями. Ну я постараюсь сделать все по максимуму, да, и мы покажем нашим телезрителям, да, насколько вредно курить кальян. А, кстати, не тянет затянуться? Сейчас я занят творчеством. Ну вот если тебя, кстати, если это потом войдет в привычку, заниматься творчеством и отбросить вот эту вот красивую штуку интерьерную, то мне кажется, это будет очень круто. Вспомни какой-нибудь фильм, только не улыбайся. И ты должен ее прям как змею, знаешь, бояться, и потом в конце, аа, вот этот момент. Все, давайте, поехали. Поехали. Продолжение следует... Первые бойщики в тональном креме. Финальный кадр, когда, ну, уже она практически затягивает тебя, и ты просто момент, как ты врубаешься. Так, мы в процессе, да, сделаем это? Ну, давай, хорошо, давай с самого начала его снимем тогда уже. Подожди, нет, ты же не можешь сидеть... Да, уже. Ты же здоровый, поэтому снимаем только финальный кадр. Она обмотала тебя два раза, вот, и сейчас он будет затягивать, и все, вот этот момент, как он будет тебя затягивать. Все, я в конце просто... Да, сейчас чуть-чуть, ой, извини, вот так расслабим, вот все, и он, как раз, последнее действие, он как раз затянет. Да? Было? Все. Круто. Ну, надеюсь, у нас получится убедить большинство, да? А ты ее включил? Да, 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 конечно, ну, что-то, а вообще ее не выключал. Мало ли, знаешь, всегда хороший кадр, можно проспать. Давай, разматываем. Ну, это тут... Я надеюсь, что она тебе больше не понадобится. Что теперь, если она у тебя даже дома есть, она будет просто стоять для интерьера и напоминать тебе о чем-то... Об ошибках. Ну, да, об ошибках жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леш, как ты относишься к активному времяпрепровождению? Заднезанятиям спорта? Положительным. Положительным. Я хочу тебе объяснить, что просто сидеть в кафе и курить, это, конечно, ну, не очень весело. Ты можешь с друзьями проводить время, во-первых, активно, во-вторых, с пользой, получая потрясающие эмоции. Я уверен, что тебе понравится, я уверен, что тебе будет тяжело. Я тебя сделаю, но ты все равно старайся. И потом это последнее испытание. И, в общем-то, мне кажется, приятно, согласись, да? То есть это был день такой странный, и он с разными эмоциями, но сейчас, мне кажется, вот это вот мужское, сидеть за рулем, драйв. Так что, давай, если ты готов, пошли. Пойдем. Одежда у нас с тобой офигенная, выглядим мы круто. Идем. Первые гонщики в тональном креме. Такие стильные чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще, расскажи мне про твои ощущения, вот мы с тобой провели программу-то, все. Слушай, ну, удивительный, конечно, день вообще неописуемый. Это куча разнообразных эмоций, положительных и отрицательных. Это и творчество, и адреналин, и, блин, и разговоры с врачами, да, конечно, неприятные, ну, что ж поделать. Да, сейчас я понимаю, что стоит вылезать все-таки из дома, да, и проводить время именно так, как провели мы сегодня с тобой день. На самом деле, заниматься, двигаться, гулять по паркам, тем более кататься, это вообще нереально круто. Все, Влад, тебе могу обещать, что я бросаю курить, курить кальян. Так же, как я бросил курить сигарету. Ну, да, это было бы, мне было бы приятно. На самом деле, узнаю я об этом через месяц на ток-шоу. Я надеюсь, у тебя все получится. Мне, честно говоря, будет приятно, когда мы с тобой встретимся, и ты мне скажешь, Влад, действительно, я все пересмотрел, я понял, но уже сейчас я пожимаю тебе руку и отдаю тебе первое место. И поэтому это твое место, залезай. Бери как настоящий подмышку, а я буду тебе аплодировать. Браво! Ну что, проект «День независимости» на Музе подошел к концу. Я надеюсь, что я смог помочь Алексею, хотя, честно говоря, я немного сомневаюсь. Но мы увидимся с ним через месяц, и я надеюсь, он меня обрадует. Ну, а вы тоже избавляйтесь от вредных привычек, больше бывайте на природе, и, в общем, живите здорово и счастливо. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!